И лекция, и мастер-класс были посвящены одной теме – игрушке, истории ее возникновения, видам и способам изготовления. Изначально было запланировано, что разговор пойдет только о тех украшениях, какими принято наряжать дом к зимним праздникам. Однако, как известно, в году немало дат, которые предполагают создание яркой и красочной атмосферы. А потому елочными игрушками решили не ограничиваться. Ребенок – это такой человек, который все познает в игровой форме. Поэтому я и говорю, что мы многое, что-то говорим, что-то показываем, что-то рассказываем, как-то играем, чтобы ту мысль, мероприятие, которое у нас запланировано, донести именно до читателя. Отклик, конечно, есть. Они увидят, как нужно делать игрушку, не только новогоднюю. Они смысл уловят, что вот можно из этой бумаги, допустим, сделать не только новогоднюю, можно и маме предмести, и младшему брату показать, или сестре, или еще кому-то, и так далее, и так далее. Помимо теоретической части, мероприятие в детской библиотеке предполагало и практическую. Его участники смогли не только больше узнать из истории предметов для игры и украшения, но и сделать свои собственные. Организаторы предложили ребятам начать подготовку к приближающейся весне и создать собственными руками игрушечное воплощение ее первых вестников – птиц. По активной работе стало понятно ребятам занятие по душе. Дети приходят с удовольствием, потому что работаем мы уже не по старинке, а по-новому, так сказать, с компьютерами, с экранами. Это им гораздо интереснее, чем просто так мы раньше проводили. На творческом занятии юные берестейцы убедились в том, что создать настоящий шедевр самостоятельно – дело пусть и непростое, но очень интересное. А глядя на то, с каким азартом они выполняли все советы ведущей мастер-класса, не остается сомнений, что такое творчество будет иметь продолжение и в их повседневной жизни. Что, по словам организаторов, поможет ребятам воспитать в себе такие черты характера, как усидчивость, наблюдательность и находчивость, а также развить чувство прекрасного.